Индия отказывается от российской нефти, по крайней мере хочется уже в это верить или процесс запущен, так уже нам тут выдается. Между тем, разведки цивилизованных западных стран говорят, что все-таки Россия может воевать еще по крайней мере два года, как раз благодаря доходам от экспорта нефти и своих ресурсов. Что происходит на самом деле, будем разбираться прямо сейчас с нашим гостем, которого мы рады видеть, Игорь Владимирович Липсиц. К нам присоединяется доктор экономических наук, профессор, для вас работаю я с ним, Ирина Узлова. Игорь Владимирович, здравствуйте, рады вас от души видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Публикация Bloomberg вызвала у нас такой ажиотаж некой радости. Сейчас вы нам подскажете, это нам уже стоит настраиваться на очень позитивные эмоции или пока как-то размеренно реагировать. Новая волна американских санкций с внесением в черные списки десятков танкеров Теневого флота и блокировкой платежей, о котором мы уже говорили, кстати, через банки Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов ударила по поставкам российской нефти в Индию. И Роснефти не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами. Шли переговоры, но тем не менее были старые контракты. Объясните, пожалуйста, что происходит, чем это на самом деле чревато теперь для заработков от экспорта нефти в Индии, учитывая, что Индия была на втором месте среди стран, в которых с началом полномасштабного вторжения Россия экспортировала нефть? Ну, смотрите, идет уже третий год войны и третий год санкционной войны. И накапливается опыт, какие санкции работают, какие не работают, какие легко обойти, какие трудно. И сбывается то, о чем я говорил уже довольно давно, что всякие такие игры типа потолка цен работают плохо. А вот то, что касается банковских санкций, это работает здорово. Потому что банки запуганные, банки очень подконтрольные, банки все зависят от благосклонности американских финансовых структур, которые могут их отключить от обслуживания операций с американскими партнерами. И поэтому банки дуют на воду со страшной силой их контролировать, их запугивать. Их ставить стоило значительно легче, чем какие-то торговые компании. И мы видим, что вот санкции, которые бьют по российской внешней торговле через запреты, ограничения, ужесточения банковской операции, работают хорошо. Они работают жестко, они работают болезненно. И мы видим, как это начинает происходить. Мы наблюдали последние месяца-два, как начинались колебаться и отказываться от работы с Россией. Крупные китайские банки, турецкие банки начались с проблемами с поставками через Сингапур. Вот только что турки объявили о том, что закрывают свой терминал для российской нефти. Никто не хочет проводить операции банковские, которые могут попасть под контроль американцев. Турки пытаются, правда, обойти, но такой, знаете, специфической турецкой дорожкой. Они просят разрешить, значит, получать деньги за товары, которые идут в Россию в наличном виде и их чемоданами привозить в Турцию и не сдавать в банки. Но в Турции есть такой механизм, вот они сейчас пытаются так. Поэтому, конечно, вот эти банковские санкции, они очень болезненны для России и по экспорту, и по ипорту. И могут, конечно, очень так существенно ударить по доходам. Не убьют совсем, но могут существенно снизить. А если говорить о цифрах более детально, то насколько это может снизиться? И Индию никто же не сможет заменить по поставкам? Или будет Россия искать какие-то другие обходные страны? Кто еще будет согласен покупать? Да, других-то стран нет. Были какие-то странные идеи отгрузить, значит, нефть куда-то в Латинскую Америку. Но это все, конечно, смешно, потому что в Латинской Америке, сами знаете, своей нефти больше некуда девать. Так что в этом смысле это все очень смешно, это очень странно. Хотя, конечно, надо понимать, что система санкций, она дерево. И мы знаем, как в прошлом году танкер российский с нефтью шел в США на военную базу, военно-морского флота США доставлял. Так что сказать, что там санкции все работают хорошо. Но вот я повторяю, это по натуральным санкциям работать сложновато. А по банковским, да, они могут сократить. Мы видим уже довольно любопытную картину, чтобы пополнить бюджет. Что называется, бюджет России начинает выдаивать досухо нефтяные компании России. Мы тут обсуждали цифру. У нас какая-то вдруг появилась совершенно фантастическая цифра. Что, значит, вот в январе доходы нефтегаза выросли аж на 65%. Все ахнули от этой цифры, откуда, от чего натуральный объем не растет. Значит, выяснилось, что, в общем, техника вступила в норму, в силу новой нормы экономиста. Просто сильно ужесточили налоговые изъятия у нефтяников российских. И у них отбирают все больше, значит, прибыли. Доходы нефтяников не растут, а прибыли отбирают все больше. То есть Россия уже не может много заработать на мировом рынке. Она отнимается у собственного бизнеса ради собственной военной гонки. То есть вот картина такая. То есть она выедает, ну, как бы почву под своими ногами. Она подпиливает сук, на котором сидит страна. Но деньги нужны срочно. И вот задача за ту дару сейчас. Пусть даже это дальше угробит нефтяной промышленность. А Индия где найдет замену российской нефти? Ну, они начали, мы знаем, разговоры, значит, с Венесуэлой. И, в общем, начались поставки. Сейчас, не знаю, будете продолжаться. Последняя ситуация с Венесуэлой неясна. Вроде с апреля опять хотят восстановить американцы санкции. Поэтому я не могу сказать, будет ли это дальше. Но в мире сейчас очень меняется нефтяной рынок. И это очень такая опасная история для России. Потому что Россия надеялась на то, что она будет жить мирно под крышей ОПЕК. И он поможет удержать цены. А ОПЕК теряет свою силу. Потому что очень сильно выросла добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК. В мире же много стран, которые добывают нефть, и в ОПЕК не входят. Они живут самостоятельно. Они независимые, как мы говорим, добытчики. И мы видим, как американцы наращивают добычу. Как американцы наращивают поставки газа в Россию. И это, в общем, в прошлом году уже, скажем, поставки нефти стали крупнейшей статьей американского экспорта. Все забыли, что Америка, между прочим, только нефть покупает. Но крупнейшая нефтяная держава была всегда. Газ российский тоже заменил американский газ. Так что, в общем, других игроков, кроме ОПЕК, на рынке много. И ОПЕК уже не может определять ситуацию. Не может диктовать цены. Не может помогать России удерживать цены. Поэтому, в общем, Индия найдет поставщиков. Не волнуйтесь. Да и Иран тоже с удовольствием продаст. Им близко заставляет. Ага, тоже. Но Иран, правда, тоже под санкциями сколько лет. Или даже мы дошли до той, то есть Россия дошла до той ситуации, что Индии будет более безопасно закупать у Ирана, чем у России. Да. У Ирана, кстати, неплохой большой танкерный флот. И, как вы понимаете, доставить танкером от Ирана до Индии, это вообще, что называется, на соседнюю улицу сходить. А из Балтийского моря, пока дочапаешь до Индии, то, знаете, довольно такая долгая дорога, дорогая. Поэтому, конечно, получается в итоге нефть дороже, и выгоднее просто получать даже Ирана. Да и Балтийское море, так-то уже сомнительно, Швеция официально стала триста вторым членом НАТО. Чье оно? Все не так отлично. Да еще дроны летают украинские, совсем нехорошо. Да, вообще как-то проблемы. В десятке используемых Россией нефтяных танкеров отказались от флагов Либерии и Маршаловых островов тоже как раз в связи с тем, что в последние недели, после того, как Соединенные Штаты Америки усилили контроль за соблюдением санкций в отношении судов, связанных с этими реестрами, согласно данным судоходства, вот такая ситуация, что, если простым языком, вы могли бы нам объяснить, это означает, и замена вот этих флагов, она же тоже ничего не даст, ну, поставят под какие-то другие, например, флаги, но они тоже могут подпадать, я так понимаю, под санкции Соединенных Штатов, даже если окажутся вне зоны их контроля. Еще раз, это война. А в войне бывают компании, одна компания, другая, зимняя, летняя. Вот одна компания была зарегистрирована под флагами Либерии и других стран. Но дело в том, что флаги-то этих стран, а управление этими сделками, операциями, находится на территории США. А раз на территории США, то американцы это дело прижучили, обнаружили, значит, запретили, и, соответственно, российские танкеры попали под запрет. Значит, вот они теперь пытаются перейти под другие флаги, в другие гавани, но корабли-то уже засекли, корабли-то уже идентифицированы, а корабль, знаете, не иголка, за ним наблюдать можно вполне хорошо, и поэтому куда бы он ни делся, его уже теперь отслеживают. И понятно, что будет идти охота на эти танкеры, и какие бы они флаги не повесили, в каких бы юрисдикциях они не зарегистрировались, и будут отслеживать их, будут запрещать, и, соответственно, с ними не будут работать порты стран-покупающих. Поэтому вот Индия уже начинает очень аккуратно, ну, как бы ограничивать заходы этих кораблей. К тому же, знаете, есть еще одна проблема, это же старые корабли. Россия купила, ну, по дешевке старые танкеры, а старые танкеры, знаете, они опасны, это его в порт запустило, там что-то не случилось, загрязнение. Поэтому вот в Индии есть просто еще и нормативы на запрет захода в порты старых танкеров. Так что у России беда и в том, что следят за танкерами, и танкеры сами старые, так что и все так славно, как казалось поначалу. Да, есть такой, но есть нюанс. А плана Ба нет или есть? Ну, какой план? Ну, как вы понимаете, трубопровод в Индии же не проложишь. Через Гималайю, через Гималайю, знаете, такая задача. В виде и вата. Ну, да, нелегкая, да. Поэтому, ну, в общем, как, только вот по морю. Ну, через Дальний Восток еще можно, но до Дальнего Востока нефть еще довезти надо. А по железной дороге, знаете, там сложно, там дорог не хватает. Уже который год идет разговор, чтобы расширять вот эти железнодорожные пути надо до восточного управления, так называемый восточный полигон. Но там тяжело, там дорого. А главное, понимаете, в России инфляция разгулялась. И кредиты подорожали. И теперь вот эти все проекты железнодорожного строительства на восточном управлении стали такие сумасшедшие дорогие, что уже понятно, что их никаким образом окупить нельзя. И, в общем, как-то народ притормаживает. Поэтому, в общем, очень много нефти там на Дальний Восток просто не привезешь. Оттуда можно близко достать, до Индии. Но нефть надо сначала туда привезти. А вот как ее привезти? Аэропланы не летают, что называется, с нефтью. Дирижаблей в России нет. И трубопроводы довольно слабенькие туда идут. Поэтому, ну, в общем, такая сложная история. Девать некуда. Нефть есть, а деть некуда. Картостропа. Просто новые пословицы. Скоро будем создавать ее по этому поводу. В конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа в Европу, через Украину. И по заявлениям, очевидно и логично, нашего премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, мы не собираемся ни продлевать действующий контракт на транзит газа из России в Европу, ни подписывать никакое новое транзитное соглашение. Было бы странно, если бы было бы по-другому. Что изменит остановка транзита через Украину? Ну, опять же, сокращение дохода российского. Но мы видим, что европейские страны начинают отказываться от российской нефти. Вот так, что мы наблюдали, как Болгария отказалась, если вы знаете, произошла такая история. там был большой комбинат, сначала он был российский, потом болгары его в России отобрали, свою собственность. Но он, по крайней мере, получал российскую нефть, и он был выведен из-под режима санкций, его разрешили получать. Но они вот теперь уже отказались. Ну, все боятся уже иметь дело с Россией. Мало ли как, тебе это отзовется, и где российские санкции ударят уже по твоей экономике, и тебе рикошетом прилетит так немало, что, в общем, лучше бы уже постоять в сторонке с Россией и не иметь дела. Так что, конечно, остается еще какой-то там сентимент у Венгрии по поводу их комбинатов в Словакии, где они перерабатывают российскую нефть. Но боюсь, что, в общем, и это скоро отомрет, придумает какую-то кормушку, какую-то систему подарочную для Венгрии, и Венгрия тоже забудет про любовь к России. Обратите внимание, что, значит, вот этот венгр, Орбан, он вдруг выяснил, что ему как-то Украина, однако, нужна. Он как-то не очень хочет, чтобы танкеры российские стояли в районе Львова в двух шагах, что называется, от Будапешта. Вдруг начал вспоминать, чтобы ему хотелось иметь некое образование государственное между Россией и Венгрией. Но надо же, какая странная история. Тогда он говорит, лошечки нашлись, а осадочек остался. Говорит, припоминает прошлое, что-то ему неприятно. От этого и общую границу СССР не хочет иметь. Тем не менее, Ройтер со ссылкой на разведку Литвы сообщает нам, что как раз из-за высоких цен на нефть, уклонения от международных санкций некой и государственной инвестиции Россия еще может два года воевать с Украиной с нынешней интенсивностью. Насколько эта цифра паритет на действительности? Ну, насчет двух лет сказать не могу. Я уже вам сказал, что доходы не такие большие, а вот отнимает у бизнеса очень многое. Россия встала на путь усиления налогового давления и на бизнес, и на население. Не только что в России. Как вы знаете, начали говорить о реформе налога на население, на подоходные налог решили корректировать, ввести прогрессивную шкалу, судя по всему. Но денег не хватает, надо у всех отнимать. Отнимают у бизнеса, отнимают у населения. Но вот действительно, значит, если все это отпустить в ход, ну, 24-е могут продержаться, 25-е могут продержаться, а дальше сложно, потому что дальше уже нужно строить новое предприятие. Оборонки – это огромные деньги, это огромные сложности. А к этому времени мы понимаем, что начнет, наконец, раскручиваться оборонный комплекс Европы. И в этом смысле Россия столкнется уже с другим объемом поставок, чем сейчас. И перекрыть его будет сложно. А главное, что деньги-то можно даже напечатать в конце-то концов. Это не проблема. А вот, что называется, материальное обеспечение под эти деньги, людей, рабочих, инженеров, конструкторов, оборудования, это всегда будет довольно сложно. Поэтому тут деньгами не все решается. Однозначно, напечатать проблему так просто не решит. В то же время еще некие проблемы есть у России. Она переместилась с пятого на десятое место среди ключевых партнеров торговых Евросоюза. И может, к концу 2024 года вообще покинуть этот список. Насколько это тоже будет бить по доходам Российской Федерации? Или уже адаптировались за это время? Потому что это же не первый день, это идет понижение этой позиции в торговле. Ну, конечно, уже в значительной степени адаптировались. И многое потеряно, и главное, безвозвратно. И это вот пугает российских экономистов чрезвычайно сильно, потому что, ну, как бы, Петр прорубал окно в Европу, а Путин его законопатил. Ну, вот картина такая, ровно такая. Значит, в этом смысле эта картина совершенно ужасающая. Россия всегда жила на торговле с Европой, и это поднималось. А теперь она потеряла самый главный, самый ближний, самый прибыльный рынок и работает на каких-то других рынках с непонятными валютами, с непонятной системой расчетов, с транспортными сложностями. Ну, в общем, катастрофа полная. Но, в общем, видимо, происходит окончательный разрыв, отворот Европы от России, и боюсь, что это уже для России навсегда. Для России это страшная история, потому что, в общем, такого вкусного рынка она больше не найдет, и таких доходов больше иметь никогда не будет, и это значит, что она вступила на очень долгую дорогу к бедности, и к обеднению на десятилетие. Игорь Владимирович, Росстат с нами не соглашается. Он говорит, что в России на 0,5% сократился уровень бедности, снизился с 9,8% до 9,3%. И официально бедными, так сказать, перестали быть аж 800 тысяч человек. Ну, если учитывать потери российской оккупационной армии на нашем фронте, то я полагаю, что многие вошли тоже в этот список, перестали быть официально бедными. На чем базируется такая оценка? И вот, ну, вот все хорошо, говорит Росстат, бедных нет. У нас еще пенсионеров стало меньше, тоже знаете, такая богатая была группа населения. Ну, вот, так что у нас в этом смысле смертность растет, значит, у нас, соответственно, пенсионеров становится меньше, народ погибает, и это, в общем, конечно, все сказывается. А, конечно, что сказывается еще, это то, что выплачивают деньги мобилизованным, это, как правило, такие самые пентные слои населения, к ним приходят деньги, так что вот происходит некое такое пополнение доходов беднейших слоев населения в обмен на жизни мужчин, которые из этих семей уходят воевать. То есть это размен жизни на деньги, то есть это снижение, вот, ну, как бы, бедности ценой жизни мужчины. Примерно такая картина. Я не знаю, стоит ли этому радоваться, я как бы не очень радуюсь. Но вот картина выглядит так. А на кого рассчитано, когда о таких цифрах отчитываются и говорят, что вот все хорошо? Это кто-то поверит, что ли? Вот у меня уже такие вопросы. А верят. Вы знаете, Ерин верит. Мне пишут злобные письма на YouTube со страшной силой. Чего вы все грязью поливаете? У нас все пучком. У нас все вот цветет, пахнет и растет. У нас все хорошо. Он Путин какие цифры назвал. А что вы можете на это ответить? Вот приходится объяснять, что 65% роста нефтегазовых доходов это липовая цифра. Доходы выросли на 25, остальное просто сняли последнюю шкуру с нефтяников. Но это же тоже нельзя снимать все время. Вот они нас снимали шкуру с «Газпрома». А «Газпром» теперь компания еле живая в финансовом плане. И вот теперь уже берут деньги с фонда национального благосостояния. «Газпром» не пополняет ФНБ, а берет из него деньги. Мы только что выдали 400 миллиардов на их инвестиции, потому что у них своих денег нет. Ну вот «Газпром» разорили, следующее, будут нефтяников разорять. Ну понятно, что дальше куда пойдут? Ну там металлургов начнут забирать, химическую промышленность забирать. Но вот пока будут забирать до одного торфяда за другой, пока она не разрушится до конца. Такая светлая дорога в будущей российской экономике. Мы с вами уже говорили о том, что фонд национального благосостояния, который вообще не для этих целей, а задумывался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан РФ, а он сейчас Путину просто для того, чтобы затыкать дыры, которые у него возникают. Там еще хоть что-то осталось за то время, пока мы с вами не виделись. И каковы зараз в цифровом эквиваленте с данным ситуацией? Грудно еще сказать, но он сокращается. Смотрите, вот мы обсуждали, где-то было он порядка пяти триллионов. Вот его уже так хорошо пошерстили, значит, выдали 400 миллиардов Газпрому, потом порядка 300 миллиардов дали на развитие авиации, гражданское самолетовостроение. По России же летать не на чем становится, да? Вот. Ну, в общем, некая такая беда. Тут кто-то пошутил, что у России есть три скрипы. Значит, телевидение, коррупция и авиация скоро останутся две. Авиация отомрет. Да, да. Вот действительно картина ужасающая. Ну, вот шутки шутками. Мы должны были вот в этом году начать поставки самолетов новых. Ну, и вот, что называется, Ростех развел руками и сказал, ну, не шмахла, батюшка, не шмахла. Поэтому, значит, до 26-го года не подходи, никаких самолетов не будет. Поэтому, ну, вот деньги дают, соответственно, там уже, как вы понимаете, где-то 4 с лишним триллиона. Берут деньги очень активно, так что уже теперь пошел разговор, что, возможно, к концу этого года пройдет ФНБ полностью. Ну, у них остаются еще китайские юани, например, для этого фонда. Но как это можно использовать практически? Ну, юани есть, и тут тоже не славно. Во-первых, поймите, значит, что Китай сейчас сам в беде, и уже идет очень серьезный разговор о том, чтобы Китаю придется, видимо, девальвировать юань довольно заметно, чтобы поддержать свою внешнюю торговлю. И тогда, соответственно, бесценится юань в ФНБ России. Так что тут не очень все славно. Дальше там золото ФНБ, которое тоже никому не продашь, потому что на российское золото санкции действуют. И еще надо найти, кому его продать, да еще придется давать большой дисконт, поэтому реальные цены золота ФНБ тоже ниже заявленных цифр. Так что там денег не очень много. И, в общем, конечно, это такая уже убывающая величина. А дальше что останется? Останется девальвация рубля и инфляция. Вот этими вещами будет пользоваться правительством. Но, соответственно, это будет означать, что люди в России будут очень быстро беднеть. По рублю, какие у вас прогнозы сейчас на данный момент, учитывая различные факторы? Что с ним будет происходить в ближайшее время? Ну, до 17-го, до инаугурации, наверное, так и будут держать. Как я и говорил, не уйдет он за 100, как видите, мой прогноз пока сбывается. А дальше был прогноз, что после инаугурации его все-таки приопустят. И это понятно, потому что, иначе бюджет просто не свести, ниоткуда не возьмешь денег под такой размер доходов бюджета. Поэтому, ну вот, видимо, после марта мы увидим все-таки такая будет динамика понижательная. Ну, вот сколько он будет, 108 или 120, мы увидим, но это будет зависеть, повторяя, от военных расходов. Президент Путин устроил истерику, стал кричать, что нужно всю технику, которую нужна армия, запланировано было на втором полугодии, 24-го года, поставить войска в первом полугодии. Значит, и сказал, мы вам все деньги дадим, все финансирование. Значит, сейчас Минфин авансирует военные заказы на 80% от полной суммы, то есть практически предоплата, идет полная поставка к военной технике. На все это нужны безумные деньги. Вот как бы некая такая истерическая система финансирования, а естественно, что это покрыть поступлениями сложно. Доходы от экспорта не растут, падают. По прошлому году чистый экспорт России упал на 4,4%. В этом году мы еще не знаем, но тоже особых надежд нету. Поэтому, значит, остается только курс опустить до 120 тогда, но как бы валютные доходы экспортеров превратятся в большую массу рублей и, соответственно, в большие долорублевые доходы, которые поступят через налоги в бюджет. Только так. Поэтому от 108 до 120 пока вот примерно такая оценка. Посмотрим. А как это скажется на официально богатом населении России теперь? Плохо скажется. Вот я сегодня специально поднимал статистику, смотрел, что у нас там по импорту. Вот все крики были про импортозамещение и все красиво. Значит, ну, по-прежнему довольно сильно Россия зависит от импорта даже продуктов питания. Там по продуктам питания счет по говядине больше 20% импорт, по молочке где-то процентов 16%. Ну, в общем, вот такие цифры. 16-20 по многим видам продуктов питания это чисто импортное. И российское производство продуктов питания тоже используют импортные компоненты. Поэтому, когда у вас девальвируется рубль, у вас дорожают даже продукты питания, корзинка продовольственная. А по промышленным товарам, которые потребляют население, там еще хуже. По детским товарам там доля импорта под 90%. Так что ты, конечно, материнский капитал бери, но он очень быстро бесценится. Все, что ребенку нужно купить, оно просто импортное. Оно безумно быстро подорожает, и твой материнский капитал превратится просто в пыль моментально. А учитывая, сколько детей просит рожать Путин по 7-8 в одну семью? Это все абсолютная чепуха. Вот надо же смотреть, Ирина, как они лихо врут в глаза. Они, с одной стороны, сказали, ой, мы дадим там сумасшедшие деньги за третьего ребенка. Но одновременно сказали очень оговорочку, такой хитрый, в скобочках, знаете, мелким шрифтом надо считать. Три звездочки. Только тем женщинам, которые до этого никакой льготы не получали. Льготы действуют с 2007 года. Это значит, что это дадут только той женщине, которая родит ребенка, а она первого ребенка рожала, значит, в 2007 или 2008. Значит, есть, считайте, уже под 40, и третьего ребенка в 40 лет, но не очень много женщин может родить. Поэтому толку от этого не очень много. То есть, они одной рукой громко сказали, что дадут, а другой аккуратно обрезали. Так что, в общем, практически таких женщин мизерное число и даже не захотят, это мало что даст. Это такая коварная игра с населением. Люди в это верят, не понимают цифры, не читают, скобочки не раскрывают. Ну, верят президенту, бог им помощи. Да, Игорь Владимирович, мало кто объяснит им так, как вы, что надо читать возле тех трех точечек. Как вспомнился мне кинофильм «Вонка», когда прочитал он контракты. Да, и попал в рабство, как вы помните. Да, да, и расплачивался. Но, к сожалению, мы живем не в сказке и поэтому так не закончится. Я вот припомнила, мы с вами не виделись две недели, 29 числа Путин говорил, что все хорошо, выступая перед федеральным собранием, собственно говоря. Там уже много было затертых тестов, которые мы обсуждали. И не об этом даже дело, но он сказал, надо на национальной программе 10 триллионов. И пока он это все рассказывал, весьма примечательно была не только одежда, но и лицо Эльвиры Набиулиной. Оно так красочно просто отображало, как другая вот сказка и ожидание реальность. Знаете, вот как две картинки. Путин ожидание, Набиулина реальность. Она понимает всю трагичность этого момента и процесса, и что ей предстоит? Или вообще ее просто могут убрать? Такие слухи тоже даже ходят. Ведь не найдет 10 триллионов. Знаете, я теперь не могу это исключать. Дело в том, что я все время читаю какие-то документы, которые просачиваются из администрации президента. Их читаешь, прямо на готовое прокурорское заключение по делу враждебной группировки руководства Центробанка. Ей-богу, прям так. И под них сейчас прямо вот одно за другим, прямо дела строят. Они еще не оформлены, как дела, но вот читаешь эти документы, которые просачиваются из администрации, тексты понятный, с локтой знакомой, и там такие обвинения. И отток капитала Центробанка организовал. И, значит, завысил стоимость кредитов и тем самым подорвал экономический рост России. И тем самым осуществляет подрыв всех планов президента, которые иначе бы подняли экономику России. ЦБ является враждебной организацией подконтрольной МВФ и осуществляет враждебную политику. Ой, читаешь, ну прямо, знаете, заключение времен сталинских процессов. Очень знакомая же тема. Да, знакомая. Но вот поэтому мы не удивимся, конечно, если это все произойдет, но на самом деле озвучивая такие цифры, заложенные на свои программы, Путин просто тоже продолжает лить в глаза, понимая, ну это же он не первый раз тоже говорит о этих национальных программах перед выборами, деньги первый раз, не первый раз такие называют. Или ему, может, кто-то такие отчеты дает, и он убежден, что эти все деньги есть и будут? Ну, знаете, когда вы работаете царедворцем, то главная задача какая царедворцем? Не огорчить царя. Поэтому надо царю говорить то, что царю нравится, отчего у него улыбка появляется, морщины разглаживаются. А придешь, скажешь о какой-то беде, он тебе скажет, что ж ты мне про беду-то рассказываешь? Иди, исправляй. Зачем я буду царя огорчать? Поэтому я ему пишу красивый доклад, он с воодушевлением его рассказывает, а все остальное это чепуха. Ну, мало ли чего президент рассказывает? Ты как начнешь делать сводку его обещаний? Так прям красота. Чего ж там только не было? Было 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. И Португалию-то мы обгоним по подошвовому доходу. Чего там только не было? Все это никогда не сбывается, все это никогда не выполняется. Все это пустые слова для населения, которое малограмотно экономически верит, но Бог ему помощь этому населению. Что я могу сделать? Я пытаюсь прохватить, они меняют. Еще и проклинают, обозвали теперь, кличка у меня появилась, апокалипсис такой у меня, такой кликох появился. Ну, Бог с ним, нравится, так пускай обзывают. Ну, Путин бы сказал, кто как обзывается, то так и называется, но его мы, конечно, цитировать не будем. Но это, наверное, от страха понимания реальности сознания. Обычно так вот люди реагируют разными вотими степенями отрицания, гнев, читать на заборах тоже пишут, Игорь Владимирович, что тут скажешь. Я так понимаю, что после вообще 15-18 марта много кто может стать такого цвета, как Набиулина, потому что закрутится еще больше это все после, как вы правильно, наверное, подметили, переинавгурации, скажем так, Путина на самого себя же. Отправить в отставку он может также руководство Газпрома и Роснефть. А он действительно думает, что это как-то поменяет и спасет Газпром от банкротства, Роснефть, возможно, вот тот план Б найдешь, что ли, которого нет? Я не думаю, что он надеется на какое-то изменение ситуации, но, наверное, просто появились какие-то другие новые люди, которым надо подкормиться. Накормили и не посадить кого-то другого. Ну, Ирина, вы поймите, что тут же дело не в том, что какой-то будет стратегический прорыв, придет гениальный менеджер и сделает Роснефть или Газпром опять прибыльными компаниями. Просто придут новые люди, которых теперь надо поощрить, их посадят на хлебные места, и они начнут богатеть. За это будут благодарить президента, будут ему верны и лояльны. Это же картина понятная. Накормление. Понятно. Но при этом неужели риски вот этого подкармливания не осознает администрация Путина, что такие замены, они не улучшат ситуацию в бюджете, в доходах, и им же надо на войну тратиться триллионы, которые они выделяют, десятки триллионов. А что им они могут сделать? Ничего сделать они не могут, и я думаю, что такие вопросы и не они решают, это решает президент, который нужно поддерживать, какой-то баланс сил, чтобы его не скинули. Поэтому тут, в общем, какой-то такой трезвый анализ, какого менеджера посадить, и какой менеджер лучше с этой задачей справится. Но это в бизнесе делается, а в этих структурах нет. Это, думаю, не тот подход. Здесь так не смотрят. Ну, и ипотека всегда интересует и тех зрителей, которые нас смотрят, что там происходит, там тоже волнения такие волнообразные. Вот опять-таки о детях вспомнили, и при рождении детей могут начать снижать ставку по семейной ипотеке. Это то же самое, что надо читать мелким шрифтом, тут заложено? Ну, опять же, третий ребенок. Я же вам объяснил, откуда третий ребенок возьмется. Ну, не возьмется третий ребенок. Это, опять же, красивое обещание, но под которое, в общем, особо претендент не появится. Представить российскую женщину с энтузиазмом, рождающую в современной России третьего ребенка, это до крайности трудно. Это только самые бедняки, которые будут надеяться так хоть как-то получить какие-то деньги. Но это, знаете, большая беда. Это дети, которые будут рождаться в очень бедных семьях, за которыми никто особенно ухаживать не будет. Такие истории мы знаем. И вообще, надо сказать, что когда ты запускаешь такие программы, то есть побочные явления. Мы в свое время знаем очень смешную историю. Когда запустили эту первую программу материнского капитала, то всплеск рождабельки произошел, будешь меня простить, в женских тюрьмах, потому что зэчки поняли, что пока они отсидят, значит, как раз срок заморозки материнского капитала завершится. И был организован мощный поток поставки спермы в женские тюрьмы. Там проводили массовую процедуру ЭКО. Значит, зэчки беременели, не покидая тюрьму, а к выходу они уже были матерями, которые, выйдя на волю, могли получить в свободное распоряжение материнский капитал. Но я не уверен, что это был самый лучший способ улучшения человеческого капитала России, потому что этим женщинам было потом, конечно, очень трудно выращивать этих детей. Уход за них был маленький, внимание к ним было слабое. Поэтому, конечно, тут не очень хороший вариант повышения, так сказать, численности россиян путем рождения детей в самых бедных семьях, которым трудно этим детям потом дать образование и вообще как-то их поднять на ночь. Сомнительная схема и история, мягко говоря. Подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, Игорь Владимирович, мы можем сказать, как, что Россия входит в худшие времена своей экономики или уже вошла и углубляется? Она входит, понятно, потому что она развивает военную экономику за счет гражданской. И, значит, она возвращается в модель Советского Союза с гиперразвитой военной промышленностью, хилой, слабой, убогой гражданской. А это чревато дефицитом товаров на полках, соответственно, блатом, ростом цен или возникновением избыточных бережений. И это приводит к тому, что, в конце концов, население перестает любить свою страну и сдает ее к разрушению с очень легкостью большой. Вспомните, с какой легкостью рухнул Советский Союз. И никакая, так сказать, масса народа не вышла спасать любимую Советскую Родину. Потому что всем так вот надоело эта жизнь в вечном дефиците и в блате, и в очередях, что все только с облегчением сказали, ну, может быть, теперь позаживем. Вот Россия сейчас создает такую ситуацию, когда она может оказаться такой же ненавистной страной для собственного населения, как оказался Советский Союз. Игорь Владимирович, спасибо вам большое за ваши объективные интересные комментарии, за вашу профессиональную аналитику, за то, что находите время с наибольшим уважением и благодарностью. До новых встреч, надеюсь. Всего доброго. До доброго, счастливо. Игорь Владимирович Липсиц, доктор экономических наук и профессор, был вместе со мной Ириной Узловой. Друзья, спасибо большое, что вы приходите, всегда к нам активно смотрите, комментируете, оставляйте свои мнения и мысли. Нам всегда интересно почитать, что вы думаете по этому поводу, по поводу тех тем, которые мы обсудили. Подписывайтесь на YouTube 24, это также поможет продвижению наших бесед, чтобы все точно видели, что надо читать в дужечках и мелким шрифтом. Приходите к нам еще, берегите себя, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok